МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ни для кого не секрет, что капитальный ремонт системы водоснабжения в нашем городе не проводился уже много лет. Каждый год сотня одесситов ощущает на себе последствия этой глобальной проблемы. Отсутствие горячей воды даже зимой, регулярные затопления и, что самое важное, полное отсутствие желания коммунальщиков выполнять свою работу. Доводят жителей до настоящего отчаяния, осложняя и без того нелегкую жизнь. Команде Центра защиты одесситов обратились жильцы средние 9 с просьбой помочь в решении серьезной проблемы, возникшей из-за бездействия сотрудников КП ЖКС Хмельницкий. Одесситы утверждают, коммунальщики обходили стороной их дом, не выполняли текущий ремонт коммуникаций, в том числе труб горячей воды, что в итоге привело к аварии. Одну из прогнивших труп элеваторного узла, которая проходит в квартире инвалида первой группы Майя Нежинской, прорвало. В 4 утра пенсионерка была вынуждена бороться с потоками кипятка, затапливающими ее квартиру. И если бы не помощь соседа, ситуация могла бы закончиться трагически. Это было начало 5 утра, когда я услышала, что здесь льется. Я физически, мне физически ничего делать нельзя, я не могу нагнуться, я не могу носить эту воду. И вот этот кипяток льется на меня, и я туда с трудом в умывальник выливаю все это. Приезжает Виталик со своим братом, и вместе они стоят, а потом Виталик едет на базар, покупает, как он там называется, хомут. После аварии жители сразу обратились в производственный участок номер 3 ЖК Са Хмельницкий и потребовали заменить трубу, пока ее снова не прорвало. Но коммунальщики предложили свой упрощенный вариант решения проблемы. Они намерены поменять участок трубы, на котором стоят хомуты. Труба через ее квартиру, превращенную в элеваторный узел этой трубой, имеет расстояние 11 метров. Надо поменять всю трубу на пластмассу, выйти в подъезд, поменять этот участок, сделать эту воду. А они хотят поменять только 5 метров трубы, которая очевидно аварийна. Больше года жители требовали от работников ЖК Са Хмельницкий заменить покрытую латками элеваторную трубу. Люди считают, что авария произошла исключительно по вине директора Валерия Урывко, который просто не контролирует работу подчиненных. Разговаривал со старшим мастером, разговаривал с начальником участка. В ДЭС тоже ходил, посещал, последний раз разговаривал со старшим инженером ДЭСа. Спустя 12 месяцев после того, как мы первый раз обратились, она сказала, дайте нам еще 2 недели, и мы все устраним. 21 декабря вот этого месяца они пообещали, 2 недели дайте нам и все. Ну, в принципе, это смешно. Вопрос стоит принципиально заставить их выполнить работы, за которые они на протяжении очевидных 12 месяцев брали, получали деньги, получали зарплату. Пускай она была небольшая, пускай они работают с плохой мотивацией. Но они же ничего другого делать не умеют, как писать, даже не писать отписки, а бортовать вообще обращающихся. Хорошо, давайте мы сейчас подойдем вместе с Виталием ЖКС Хмельницкий к директору Курывка и выясним, почему такая ситуация сложилась. Вместе с жителем дома Виталием, правозащитник Центра защиты Одесситов Алексей Асауленко отправился в ЖКС Хмельницкий, чтобы лично пообщаться с директором Валерием Курывка. В среднее 9 стояк горячей воды проходит у женщины в квартире, она инвалид первой группы, не раз уже прорывала, затапливала, обращается в течение года к вам и в участок. Завтра-завтра ремонт не происходит. Когда произойдет все-таки этот ремонт? Если он произойдет, а если не произойдет, то по какой причине он не происходит? Валерий Урывко по старой привычке коммунальщиков попытался отсрочить решение проблемы, о которой и так все знают, на следующий день. Проще говоря, в очередной долгий ящик. Это, естественно, вызвало негодование жителя дома. Выйдет завтра на начальник ЖЭКа, посмотрит и с вами свяжем, все вам расскажет. Мы обратились к вам год назад. Сколько еще ждать начальника ЖЭКа? Даже не выходил. А вы думаете, что я вот пришел к вам спустя 12 месяцев, вот взял и пришел? Вы завтра в 14.00 будете дома, я к вам выйду на место. Уважаемый, вы не уникаете в суть проблемы. Почему я не уник? Труба проходит не через мою квартиру. Я просто проникся в ситуацию инвалида первой группы. Из квартиры которой, ваше ресторанное, квартира которой превратилась в аварийный элеваторный узел. Через ее квартиру идет труба диаметра 50 мм, на которой 30 лет назад был поставлен один, одна латка, другая латка, третья латка, хомут. И мной поставлен еще один хомут, видите, он выгодно отличается от всех остальных, он выглядит новым. Но он поставлен год назад. Вы эксплуатируете этот дом, вы ходите, ваши сотрудники ходят и закрывают от нас этот элеваторный узел. Для того, чтобы поставить этот хомут и перекрыть воду, мне пришлось срезать замок с элеватором узла, где ключ. В ходе длительной беседы Валерий Урывко так и не смог ответить на вопрос, почему его сотрудники бездействуют, чем в очередной раз подтвердил свою некомпетентность. Я вам говорю, вот не уделяю внимание человеку, вот ваш акт, пожалуйста, получите вау, закон своего бездействия. Будет начальник ЖЭКа, буду я, разберемся по месту, по карте. Зачем вы там нужны, скажите мне, зачем вы здесь нужны, если 12 месяцев никто не собрался прийти вообще, там даже, нет, там светились полупьяные сантехники или пьяные, в зависимости от того, с утра или уже ближе к обеду. Почему, скажите мне, за 12 месяцев, благополучно вы выглядите, нормально вам, тут вообще жилось, тепло, видите, у вас топят в помещении, но это все делается зря. За гроши, вот этих налогоплательщиков, это инвалиды первой группы, которая живет с риском, что однажды труба потекла в 5 утра. Вот это? Да, вот этот хомук последний, который встал в 5 утра. Я приехал с инфарктом, очень трепетным сердцем, думал, что это мой стояк, который по меня платит. И вот, мои действия в 5 утра, у меня там болгарка, я срезаю замок на элеваторе, мечусь по элеваторам, я вообще босоны, изуродованные трубы, ржавые, все-все в говне. Нахожу, где перекрыть горячую воду, благо у меня есть кое-какие навыки, вообще я там выцеливаю, где эта квартира, куда труба пошла вертикально вверх. Перекрываю трубу, в 10 нарисовываются сотрудники вашего ЖЭКа и заявляют, на каком основании вы скрыли элеваторный узел. К слову, в этом же доме на средние 9 находится бомбоубежище. На его ремонт меньше года назад государство выделило колоссальные деньги. Команда Центра защиты Одесситов посещала его во время проведения работ. После их окончания ключ планировали передать жителям, но до сих пор этого не произошло. Где ключ от бомбоубежище, которое вы отремонтировали и отрапортовали, что оно у вас самое-самое красивое. Вы для кого делали бомбоубежище? Для вас. И где ключ? Где от него ключ? Вы завтра в 4.00 будете там. Когда здесь, не дай, машины начнут бомбить. Нет, прийти к вам домой за ключом. Команда Центра защиты Одесситов продолжит заниматься решением проблемы на средние 9. И не допустит очередного обмана или игнорирования обращений жителей нашего города засидевшимся в кресле директора ЖКС «Хмельницкий» Валерием Урывко. Видимо, Валерий Урывко решил уже до 1 июля ничего не делать, а просто занимать место директора бездействуя. И в очередной раз он думал навешать лапши человеку, который обратился к нам. Но у него это не удалось сделать. И если в ближайшее время ремонт не будет произведен, мы пойдем в районную администрацию, к Козловскому в департамент ЖКХ. И потребуем увольнение этого чиновника. Знаете, как говорится, достало уже сталкиваться с таким бездействием. Николай Николаевич! Вот, пожалуйста. И вот туда все в подвал затекает. Видите, что делается? И уже присело все. Только нос туда течет. Двор на Канатной 41 команда Центра защиты Одесситов посещала еще в середине августа. Находясь здесь в летней зной, не закрывая нос, было просто невозможно. Причина ужаса, с которым ежедневно сталкивались одесситы, крылась в нескольких метрах прогнивших и регулярно забивающихся канализационных трубах. От сильного напора нечистот на люках сгнили крышки. Во дворе, где постоянно гуляет много детей, это могло обернуться катастрофой. Крысы, комары, зеленые мухи, черви, блохи. Это невозможно. В подвал спуститься, это вообще какой-то ужас. Тихий ужас. Я им говорю, детей, у нас тут очень много детей, и во дворе детей нельзя выпустить. А родители не имеют возможности пойти в парк, погулять с ними или что. И очень страшно за детей. После многочисленных заявлений в участок местного коммунсервиса двор посетили сантехники. Как утверждают, жители работали они без дополнительной платы в карман, а соответственно, некачественно. Вызываем сантехника. У нас очень хороший директор ЖЭКа, отзывчивый, да? Он не отзывчивым должен быть, он работать должен. Отзывчивым должен быть психиатр, а директор ЖЭКа должен работать. Нет, он говорит, хорошо, хорошо, мы вам сейчас сделаем, мы вам почистим. Он действительно присылает людей, пришли ребята, почистили, да, ушли, и за ними тут же полный люк набился, набился. Они не хотят чистить. Как они задаром почистили, так вот оно и на следующий день, и через день то же самое забил. Вот эти деньги мы вам сделаем. Они за деньги точно так же чистят. В подвале же, вместо того, чтобы качественно прочистить всю канализационную систему, все те же сантехники просто пробили дыры в трубах. И когда переполнялись люки, нечистоты затапливали весь подвал, что влекло за собой дополнительные проблемы. Посмотрите, что здесь делается, посмотрите, что творит. И вот почистила, вот эта вот моя стена, в комнату граничит. Там у меня в шкафу вещи мокрые, цвелая обувь, стенка тоже, обои все отвалились, а может два раза переклеивали. Увидев ситуацию своими глазами, руководитель Центра защиты Одесситов, правозащитник Егор Прокопчук, отправился требовать проведения ремонтных работ в ЖК «Спортофранковский», где пообщался с директором Виктором Страшным. Канатная 41. Я вам скажу, я реки из фекалий по двору еще не видел. То есть меня даже удивили сегодня первый раз за недолгое время. И не в одном люке там все. То есть там четыре люка полностью забиты фекалиями и все вытекает. Когда периодически забивается, вы звоните чистить. Это не периодически, вы постоянно живете. Нет, у нас почистят трубы, все в дыры. Очень часто коммунальщики любят аргументировать свое бездействие тем, что у жильцов есть большая задолженность по СДПТ. Однако в данном случае даже директор удивился дисциплинированности одесситов. Хочу сказать одно. Похоже, это самый порядочный дом. Дома долго нет. Представляете? Слушайте, мы такие его нашли. Дом без долга. Я должен. А у него самая страшная дерьморяка, который так и видел в своей жизни. Вы знаете, почему у нас долго нет? Почему? Потому что я прихожу в ЖЭП, забираю все квитанции, разношу по всем квартирам. Если где-то есть долг, я от этого человека не отхожу, пока они пойдут, не уплатят. Мы завтра обследуем, сделаем заказ. Я же вам обещаю, я сделаю. Ну, я не говорю, что это будет сразу, но через дней 10 будем делать. Но несмотря на отсутствие долга, обещанные директором 10 дней растянулись на целых 4 месяца. И только благодаря упорству Центра защиты Одесситов удалось добиться замены канализационных труб и установки 4 новых люков. Мы много лет очень просили и ЖЭП, и разные организации, которые могли бы нам в чем-то помочь. Но никто нам не помог, и все говорили, что это невозможно, потому что нужно менять. У вас нет уклона, надо менять сначала канализацию, потом уже будут люки. Но мы обратили Центр защиты Одесситов, потому что невозможно было в доме находиться из-за этого запаха нечистот, которые выливались во двор. Центр защиты Одесситов нам очень помог.